Ольга Лукина с внуком Арсением приходит в этот двор с другой улицы. Говорит, выбор в этом районе небольшой, а здесь много интересного. Жалеет только, что в прошлом году демонтировали детский комплекс горкой, но он уже был частично поврежден. А в округе вообще нет детских площадок больше нормальных? Ну, нормальных нет. Все маленькие, там тоже все переломано, половина. Вот в нашей округе в основном только на эту площадку и ходим. Здесь вроде ребятишек побольше, внуку нравится. Сейчас на площадке людно, несмотря на рабочие часы. Местные жители собрались на встречу с мэром и губернатором обсудить программу по замене детских игровых площадок. Здесь же и представительница Союза женщин России. К ним по этому поводу обратилась инициативная группа горожанок. Пожалуй, самый главный вопрос. Часть оборудования, которое было непригодным для использования, оно демонтируется. Будет ли оно восстановлено? Вот что интересует жителей. И когда оно будет восстановлено? В прошлом году, рассказывает мэр, в городе было демонтировано около 170 игровых элементов. Ветхих или запрещенных к использованию новыми требованиями к содержанию площадок. Вот только денег на установку аналогичных конструкций в бюджете не было. Работы отложили на нынешний год. Глава региона с таким подходом не согласен и пообещал выделить дополнительные средства. В этом году если что-то сносите, сразу ставьте. Не дожидайтесь. Я уже говорил, региональный бюджет готов в этом помочь. Город, естественно, понимает, что это дополнительные затраты. Но давайте с вами договоримся. Снесли, сразу поставили новый элемент. По словам Владимира Шарыпова, в этом году на ремонт и содержание детских площадок в бюджете предусмотрено 4 миллиона 200 тысяч рублей. Однако, необходимо еще 16 миллионов, чтобы заменить более 200 игровых конструкций. С потенциальными подрядчиками говорили, они готовы. Значит, я думаю, что никаких проблем не возникнет. С помощью тогда общественной организации Анны Владимировны отработаем вместе с жителями, потому что, может быть, где-то какие-то элементы нужно будет поменять в плане их функционального назначения. Решайте вместе с людьми. Мой подход очень простой. Вы поставьте, пожалуйста, все как было. Вот такой вот элемент снесли, элемент поставьте. В этом дворе вместо прежнего комплекса с горкой появится вот такой вариант. Местные жители довольны. Правда, родители подростков попросили помочь еще и с установкой тренажеров на небольшом пустыре позади дома. Им посоветовали объединиться и подать заявку в программу местной инициативы. Размер гранта до 900 тысяч рублей. На тренажерный комплекс хватит. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс»